Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых мы не знаем. И вот убийцам этих героев, милиционерам построили квартиры, дома. Три 19-этажных дома на 400 квартир сдали досрочно вместо двух лет строительства. Построили за 8 месяцев. Качество, я считаю, что, наверное, в кавычках не пострадало. И вот смотрите, работягам Беларусь-Сталия строят там квартиры в какую-то там складчину. Короче, еле договорились там, как они будут строить. А тут 400 квартир у Минска. У 19-этажных дома одним шелчком построили еще и досрочно. Место двух лет за 8 месяцев. Это очень, конечно, говорит о большом качестве этих домов. Но не столь важно. Столь важно то, что людям, которые содержатся за счет работяг, квартиры дают. А работягам нужно эти квартиры выбивать. Причем тем работягам, которых вот эти милиционеры избивали в 2020 году, да и сейчас. Так что вот такие вот дела, ребята. О, вспомнился тот случай, когда двое подвыпивших мужиков помочились возле памятника ТГБистам Гомельстого областного управления ТГБ. И получили там, я уже не помню по столько там лет в колонии. А может быть эти работяги работали там, ну выпили, расслабились там, сотворили что-то. А за их деньги какие-то квадраты построили за их налоги. Вот этим полицейским, которые посадили их фактически на зону. Вот такие вот дела, ребята. Так что работаем, трудимся для того, чтобы милиция, ТГБшники жили лучше.